Новая торговая неделя началась с очередной волны паники. Число заболевших коронавирусом растет в геометрической прогрессии, а в Италии количество жертв эпидемии уже превысило аналогичный показатель в Китае. Кроме того, шоком для инвесторов стали споры в Сенате США между республиканцами и демократами в вопросах обсуждения введения мер стимулирования. Напомним, администрация Белого дома предложила пакет финансовой помощи в 1 трлн долларов, направленный на поддержку деловой среды и смягчение последствий эпидемии коронавируса на американскую экономику. Разногласия на столь волнующую тему в Сенате спровоцировали очередную волну снижения фондовых индексов США и спроса на долларовую ликвидность. График индекса USDX, демонстрирующего положение доллара к валютам шести основных торговых партнеров США, по-прежнему удерживается на позициях вблизи отметки 102.50, чуть ниже трехлетнего максимума. В то же время доллар США уступает паре с безопасной иеной. Котировка доллар-иена приблизилась к нижней границе торгового диапазона между отметками 109.80 и 111.40. В пятницу график делал очередную попытку пробиться к обозначенной нами цели на 111.98, но вновь безрезультатно. Очевидно, котировка продолжит снижение к уровню 109.10 и ниже к 107.05. В свою очередь, усиление бегства от рисков привело американский доллар на максимальные позиции по отношению к австралийской валюте. Так, котировка AUDUSD удерживается вблизи 17-летнего минимума. Сегодня график консолидируется в довольно широком торговом диапазоне между отметками 0,5700 и 0,5800. Эксперты технического анализа предполагают сохранение нисходящего движения с целью достижения отметки 0,5505.